О своих доходах, расходах, имуществе и даже о зарплатах жен отчитаются депутаты городской думы. Затем сведения чиновников проверят сотрудники прокуратуры. Информацию необходимо предоставить до 1 апреля. А уже в середине мая все данные опубликуют на официальном сайте гордумы, заверили в администрации города. Глава города Владимир Быков призвал депутата, цитата, отнестись к заполнению деклараций со всей серьезностью и вниманием. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Вернуть вытрезвители. С такой инициативой выступил глава кировской полиции Константин Селянин. Сейчас пьяных людей, как правило, доставляют в медучреждения города. Зачастую, отметила руководитель ОМВД, из-за своего состояния. Люди под шафе легко могут стать или субъектами, или объектами преступления. Поэтому важно восстановить вытрезвители в крупных городах, например, в Кирове или Кирово-Чпецке. Министерство лесного хозяйства Кировской области подвело итоги работы за 2015 год. По данным ведомства, количество нарушений в прошлом году снизилось на 25%. А это значит, лесозаготовители стали ответственнее подходить к своей работе. За год специалисты министерства провели более 30 тысяч проверок. В основном среди нарушений незаконная рубка деревьев. В прошлом году около 40 тысяч кубометров древесины были заготовлены нелегально. Общая сумма ущерба – почти 250 миллионов рублей. В Кирове пройдет третий межрегиональный фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам «Роботобум». Он состоится в рамках декады образования в Кировской области. В этом году в фестивале примут участие около 30 команд, в основном школьники. Они презентуют разработки роботов – бытовых, транспортных и так далее. По итогам фестиваля состоится награждение победителей. Материалы будут переданы в оргкомитет Всероссийского конкурса, который пройдет в апреле в городе Сочи.